Хм, здравствуйте друзья, с вами как всегда Андрей Децент и это Трансформеры, закаленные в бою мы продолжаем проходить убойные биты. Сложный уровень сложности, часть первая, крутое пришествие и вторая миссия, разные пути. Боссом у нас здесь будет Мотормастер. Ну что, погнали, посмотрим как у нас события будут развиваться дальше. Так, я может быть немножечко отряд сейчас поменяю, кого-нибудь бы. Мне вот хочется, если честно, взять этого Мегатрона. Больно он крут, так сказать. Мегатрон именно в три звезды, почему бы и нет. Давайте-ка его возьмем, пусть он у нас побудет, так сказать. Ну и пока хватит. Ну что, начнем, посмотрим как у нас там будет дальше развиваться сюжетная линия. Ну, одно из наверняка будет весьма круто. О, слушайте, последняя стычка с Шоквейвом была довольно жаркой, но мне показалось, что он как будто медлил, словно выгадывал время или что-то замышлял. Согласен. Что подтверждает мою теорию о том, что десептиконы что-то затевают. Ха, так чего же мы тогда ждем? Нужно погнать и навалять этим сосункам. Музыка для моих ушей, джаз. Давайте наваляем им. Слушайте, по-моему, бластер с джазом это, как бы это сказать, два сапога пара. В том плане, что первый врубает музыку, а второй под нее, так сказать, это... Невероятные вещи вытворять может. У них наверняка какой-нибудь совместный этот есть взаимоусиление в команде. И саундвейва еще в придачу добавить, у джаза тогда вообще крыша поедет. Ну что, давайте пойдем, в принципе, куда. Ну давайте, я не знаю, ну сюда, там куда направо, налево. Ну да давайте сюда, вот пойдем направо. Посмотрим, как дела пойдут. Пролл и Мираж. Ну вперед. Подеремся, так сказать. Да. Ну? Наконец-то. Это закончится, по идее, быстро. Ух ты, какая. Мираж, ну. Ну, что скажешь. Мираж одним словом. Такс. У меня сама идея того, как от пуль убежать просто достаточно отойти от них, это как бы уже звучит весьма чудно. Ну да ладно. Разминочный бой, так сказать. Что-то мы прям понапропускали очень много. Будь Мираж посерьезнее бы. Будь Мираж посерьезнее бы и посложнее в разы уровень сложности, как легенды Кибертрона, нам бы тогда не задобровать. Ну да ладно. Попробуем теперь сделать все аккуратно и максимально эффективно. И попробуем это сделать за, 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 за Мегатрона. Почему бы и нет. Пора преподать урок этим шарктиконам. В который раз, между прочим. Такс. Зу! Ах ты, а. Главное, обоюдный удар получился. Ну, абсолютная мощность. Так. Отлично. Здорово. Надо у него этот, свистнуть. А было бы что свистнуть, этот как его, эффект. Баф. А у него и воровать-то нечего. Хе-хе-хе-хе, бедолага. У него даже нечего свистнуть. Ну, если только последствия летального исхода. Ну, это было бы крайне глупо. Так. Ммм. Бонкрашер. Сколько лет, сколько зим. Ну, пусть Мегатрон, э, Мегатрон, господи, Оренхайд, так сказать, вынесет приговор. Двумя-тремя мощными залпами. Вюх! Отлично. Господи, он даже, он что-то... Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Того, как он успел договорить что-либо. Ну, да ладно. О-о-о! Отлично. Оптимус Праймал против Мегатрона. Хм. Ну, давайте подеремся. В битвах зверей там, по-моему, тоже есть Мегатрон. Он, по-моему, в этого, в динозавра трансформируется вроде как, да? И в дракона, я точно не помню. Ну, Праймал, одно дело сражаться с тем Мегатроном, а другое дело с классикой, чемпион гладиаторских боев! Или, постойте, или это один и тот же Мегатрон оболосатился со временем, так сказать? Ой, какой оболосатился? Он же у нас там дракон-динозавр. Клыки отрастил. И хвост. Эк. Блин, а! Ну! Полная мощность. Ну, зараза! Ну, ладно, давай, бей, бей, бей меня! Да здравствуй, Слорд Мегатрон! Фаталити. Вот это Мегатрон, вот это я понимаю. Двигаем дальше. Такс, где тут должна быть сюжетная линия? Вторая, так сказать, вторая часть. Йоу, я тут подумал, возможно нам будет лучше разделиться, так мы охватим большую территорию. Так себе план. Ой, Оптимус, да не волнуйся, мы же не дети, можем о себе позаботиться. Учитывая срочность ситуации, я вынужден действовать в разрез со своим суждением. Я принимаю ваш план действий. Круто. Походу, бластер больше всего рад. Ой, чувствую, зря разделились. Зря. Ладно. Во всяком случае, это будет классная вечеринка. Просто обалденная. Это, знаете ли, это прям как этот будет. Джаз с бластером, прям как в этом. В Devil May Cry 3, когда Данте в начале, когда демоны на него напали, надо как-то это, ну типа взбодриться, кураж поймать, все дела. И он этот музон включает, а там с первого раза не врубалась у него эта аппаратура. И он с кулака ее запустил и заиграл такой классный рок. Обалденный. Так и здесь будет, наверное, джаз, тоже так подойдет. Вечеринка становится все безумной. Давайте раскачаемся, да, и по бластеру с кулака, чтобы тот музон классный заиграл. И после начнет раздавать всем направо и налево. Причем, делая это весьма стильно. И эффектно. И эффективно. Боже мой. Так. Во. Айронхайт и дрифт. Дрифт и айронхайт. Мегатрон. Пусть мегатрон будет. Почему бы и нет? Так. Я хочу теперь провести атаку в два деления. Дрифт. Твои навыки... Боя на мечах, конечно, бесподобны. Но ты не ровнее чемпиону гладиаторских боев. Ну че, давай бей меня, я хочу атаку в два деления провести. Бей меня, во. Так. Понеслась. Слушайте, атаки, конечно, у него классные. Мне они прям нравятся. Не такие, так сказать, возможно, прямо сверхэффектные. Просто максимально просто, как бы так сказать. И эффективно, да. Просто максимально просто. Хе-хе-хе-хе-хе. Ну, в принципе, как-то так. Ну и все равно при этом выглядит очень круто все это дело. Так, получим нашу энергию. Здорово. Ну что. Закончим то, что мы начали. И пусть, в принципе, мегатрон разберется. Колымага на дороге прямо по курсу. И эта колымага не даст вам пройти мясовозки. Почему бы вам не погрузить своего малютку командира и не двинуть домой, пока еще не поздно? Знаешь, мы не рассматриваем такой вариант. Оптимус. Похоже, он под завязку вооружен модами. Возможно, нам стоит вызвать джаза и бластера для подкрепления. Не думаю, что эти музыкальные шкатулки вам чем-нибудь помогут. Поясни свои слова. Сейчас же. Поцелуй меня в прицел. Вам все станет ясно, когда я проделаю вас еще по одному выпускному отверстию. Интересно, что же они там... Что же там с ними случилось-то? Наверное, наткнулись на магазин музыкальных дисков, да? Непреодолимая преграда для этой компашки. Надо послушать все альбомы, все выпуски, да? Ладно. Проделаем в мотормастере. Пару отверстий. О-о-о! Отлично! Урон от ближнего боя. Ах, Атас! Будет бить больно! А-а-а-а! А-а-а! А-а-а! Ух ты черт! Ладно, не ты смеешь меня предавать! Мой черед! Слушайте, а у него, по-моему, другая уже надпись, да? У Мегатрона была. Ты смеешь меня предавать, ничего себе! То есть, в зависимости от того, против кого он дерется и меняется реплики, это весьма круто. Надо будет как-нибудь попробовать его тогда с Оптимусом Праймом схлестнуться. Наверняка что-нибудь будет уникальное. Но я имею в виду того Оптимуса, который из той же вселенной, что и этот Мегатрон. Либо наоборот. Хм, интересный момент. Ну ладно, друзья, закончили мы эту миссию, но впереди осталось еще много интересного. И все это интересное будет уже в следующей серии. Надеюсь, вам понравилась данная серия. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения по вселенной Трансформеров снизу в описании под видео. С вами, как всегда, был Андрей Доцент, храни вас Праймус с Юникроном. Пока-пока.